Итак, дорогие коллеги, мы сегодня поговорим с вами о Выгорском, и не только о его книге «Психология и искусства», но и обо всем его проекте, потому что действительно это был человек эпохи авангарда русского. Это человек, который мыслил свою научную деятельность не просто как лабораторную, не просто как какие-то отдельные разработки и испытания, а как деятельность преобразующую, преобразующую и систему психологической помощи, и систему образования, и вообще культуру. В этом смысле это как раз образцовый авангардист, то есть человек, который думает не о том, какие результаты он получает после каких-то процедур, а сразу внедряет эти результаты в действительность, которые не мыслят. Исследовательская деятельность отдельно от преобразования в социальной действительности. Такой тип исследователей действительно был, и их было немало. Ну, например, конечно, другой очень известный во всем мире русский гуманитарий Михаил Михайлович Бахтин тоже был типичным авангардистом, который исходил из того, что интерпретация литературных произведений, она определенным образом меняет даже наши некоторые внутренние человеческие установки. То есть сам вопрос об интерпретации, есть одновременно вопрос о поступке, как именно мы должны поступать, а не просто, какие выводы мы можем сделать. Такая авангардная ломка науки, по видимости, происходила в 20-е годы везде. Ну, и это видно потому, что наука уже не могла быть просто кабинетной. Всякие раз ставились вопросы о ценностях, о содержании культуры, а, соответственно, непосредственно о вмешательстве в культуру. Начиная с таких направлений, как, например, неокантианство или феноменология, которые поставили вопрос о том, что необходим общий метод для самой науки, что наука – это не просто такое собрание частных методов и отдельных кафедр, а есть какой-то общий метод, регулирующий развитие наук. Этот общий метод может быть создан, этот общий метод включает в себя не только развитие каких-то отдельных отраслей, но и, можно сказать, развитие нас самих, что, рассуждая о дальних культурах, например, о первобытных обществах или о средневековом обществе, мы тем самым лучше понимаем, как устроено и то, что происходит вокруг нас. Мы лучше понимаем и то, собственно, почему мы действуем так, а не как-то по-другому. То есть, например, изучая какой-то далекий объект, например, детскую психологию, как в Иготске, или, например, историю романа, как в Бахтин, мы тем самым понимаем, а, собственно, в какой мере, например, мы действуем самостоятельно, в какой мы подчиняемся каким-то готовым клише, в какой мере самих нас в какой момент появляется характер, чувство свободы или самостоятельности. То есть нельзя стало читать Достоевского, например, или изучать поведение, скажем, подростков, не оторвая это от общей логики культуры, от общих принципов, по которым, в общем-то, мы действуем, мы обретаем определенную субъектность, определенное содержание своей жизни, определенные порядки. Здесь, конечно, больше всего способствовал такой вот общий поворот в реабилитировавшие гуманитарные науки. Ну, например, неокантианцы говорили о том, что логика наук – это всегда критическая логика, и что во всякой науке есть интерпретация. То есть гуманитарные науки развивают навыки интерпретации и, соответственно, учета самих тех условий, в которых мы интерпретируем результаты. Что сама интерпретация результатов является частью такой нашей ценностной рамки. Или, например, вот ранняя культурология вот того времени, например, там Георг Зиммель, она утверждала, что прежде всего мир человеческий – это мир ценностный, то есть всегда определенного свободного ценностного выбора, полагания ценностей. И, соответственно, изучая предшествующие эпохи, как там что-то было учреждено, например, создано какие-то произведения искусства, создано какие-то институты быта, мы понимаем лучше и то, как мы сейчас совершаем ценностный выбор, что с нами происходит, когда мы существуем внутри общества или внутри культуры. В годы жизни Выгодского 1896-1934 он действительно был таким универсалом. Начинал он как театральный критик, такой заядлый театрал, занимался переводом, при этом учиться в университете он смог только с 1915 года, года, потому что до этого, собственно, как еврей, он не имел права селиться в столице, где были университеты. И поэтому только во время Первой мировой войны что-то оседлости было отменено, и он получил возможность переехать в Москву, где он одновременно учился на медицинском и юридическом факультетах, посещал лекции вот здесь у нас, в университете Шанявского по истории и философии. И это, конечно, для него был способ войти в работу лаборатории, то есть увидеть, как, где добывается знание, не просто там узнать какие-то сведения, а посмотреть, как эти сведения формируются. После революции он возвращается в Гомель, в нынешнюю Беларусь, работает и учителем литературы, работает в целом рядах курсов по переподготовке учителей, что, конечно, связано с такой ранней советской программой быстрого оперативного просвещения. Для этого нужно было срочно, буквально за несколько месяцев, подготовить этих работников просвещения. Переучить учителей, подготовить культ работников в деревне, подготовить соцвоз, была даже там народная консерватория. То есть была идея, что буквально очень быстро формируется новая элита советская, новые педагоги, новые музыканты, новые просветители, новые артисты, новые виды театра. И они сразу же приносят во все города и деревни новый тип вообще социальной рефлексии и новый тип рациональности. И это был действительно уникальный проект, потому что мы обычно изучаем отдельно авангард как искусство и отдельно социальные проекты советской власти, такие как ликбез, ликвидация безграмотности. Но в первые годы эти проекты шли бок о бок. Ну, вспомним про агитационный фарфон, где на тарелках печатались лозунги, символические картинки, пропагандировавшие преимущества советской власти, объяснявшие политическое устройство. То есть тот же серп и молот был не просто знаком, знаком, а символом, который говорил, что вот теперь власть рабочих поместьян, берите власть в свои руки и становитесь настоящими, просвещенными организаторами. В этом смысле, конечно, это в чем-то наследовало символизм, потому что символизм тоже настаивал на том, что общие символы могут привести к жизнестроительству, что вдохновляясь каким-то символом, как звезды, можно перестроить свою жизнь, сделать ее такой духовно насыщенной. Только большевистский проект взял от символизма вот эту насыщенность, вот эту сугестивность символа, но заменил проект, потому что проект символизма был либо религиозным, либо научным. Большевизм, как все-таки учение атеистическое, рациональное и хозяйственное, требовал, конечно же, создания субъекта, прежде всего, умеющего хозяйствовать, умеющего благодаря каким-то идеям, благодаря каким-то опознаваемым символам выстраивать свою жизнь, так сказать, из первопопавшегося материала. И вот этот символизм, он сохранялся в русском авангарде вплоть до 30-х годов. Допустим, скажем, роман «Как закалялась сталь», в общем-то, во многом символистский роман, потому что там описывается как субъект, который изначально, в общем-то, ничего не мог, который, в общем-то, следовал общим мнениям, выстраивает из себя вот это новое героическое тело, то есть создает из себя такого сверхчеловека, символиста, который как раз может преодолевать любые трудности. И делает это из первого попавшегося материала, то есть что любой может стать таким вот сверхчеловеком, такой особым родом новых людей. Но другое дело, что, конечно, то, что делал Богоцкий или то, что делал Бахтин, это не сводится только к авангардному проекту. Хотя вот его книга «Психология и искусство» выходит в 1925 году, как диссертация, и это было еще время авангарда как раз во всю. Это уже потом он начал сворачиваться, и его книга не переиздавалась до 1965 года. Ну, понятно, почему. Потому что, как мы будем читать, Богоцкий настаивает на автономии искусства, на том, что искусство является вещью с собственными законами, с собственными принципами производства знаний и эмоций, что искусство нельзя переподчинить какой-то другой, такой гетерогенной логике, подчинить его, например, морали, социальному строительству, науке. Он в первых же главах оспаривает концепции, согласно которым искусство – это инструмент познания, или инструмент развлечения, или инструмент создания какого-то настроения, и показывает, что даже если искусство передает нам какое-то знание, передает какое-то настроение, оно устроено иначе и действует иначе, чем природные объекты, или чем какие-то там приятные события нашей жизни. Даже если мы говорим, что мы наслаждаемся искусством, также наслаждаемся хорошей погодой, все равно искусство структурно устроено иначе, чем хорошая погода. И понятно, что эта мысль была нетерпима для, например, уже эстетики, скажем, сталинского времени, потому что там искусство, понятно, должно подчиняться партии, лично товарищу Сталину, а не быть автономным, таким саморазвивающимся механизмом, раскрывающим сам себя. То есть, вот как раз утверждение эстетики сталинского типа, оно шло под лозунгом борьбы с формализмом. При этом формализм стал пониматься широко. Когда Богоцкий критикует формализм, в чем-то соглашаясь в нем, но в чем-то и совершенно не соглашаясь, то он имеет в виду формализм в узком смысле, то есть учение о собственной энергии форм, о том, что применив определенные формальные приемы, мы можем достичь эстетического эффекта. То есть, такой упрощенный авангард понимания искусства, такого фокуса, что если сделать что-то этакое, то это и будет производить настоящее впечатление. Но когда, например, критика начала 30-х годов начала обвинять формализм и предшествующую всю авангардную традицию, то под формализмом имелась в виду скорее автономия формы. Не ее действие, не ее инструментализация, которая имела в виду Выгодский, а вообще представление об автономной форме, которая не служит, например, просто иллюстрации партийной политики. И соцреализм противопоставлялся формализму как искусство иллюстративное моральное. То есть, как раз то, с чем Выгодский боролся. Поэтому как раз книгу Выгодского стало возможно переиздать только как раз во время оттепеля, когда возвращается отчасти авангард. В духе, например, театра «Современник» студийного театра или театра на Таганке, такого нового авангардного театра появляется идея самостоятельной формы, отчасти при появлении такой шестидесятической культуры. Ну, то, что могло бы стать рок-культурой, но стала культурой просто деланных поэтов. И вот на этом фоне как раз книга Выгодского была переиздана благодаря усилиям Вячеслава Всеволодовича Иванова «Крупнейшего семиотика», крупнейшего специалиста по знакам, где он как раз подчеркнул, что эта книга – один из первых опытов и один из важнейших опытов под семиотической антропологией. То есть представление о том, что искусство как такая автономная знаковая система, которая работает как механизм по своим законам до конца нам непонятным, но что-то с нами делает, оно может формировать определенный тип человека, человека более внимательного. То есть искусство не отражает, как в Коле нас учат человека, как писатель выразил какой-то там характер, насколько он отразил про человека свое время, насколько он там. А наоборот, оно выступает как такой субъект скорее, то есть искусство заделено определенным субъектом, как такая знаковая мощь, которая формирует, в общем-то, человека по нему, которая делает человека иным, чем он был прежде. То есть искусство понимается конструктивистски и автономистски, как конструкция, способная с нами работать, не столько мы делаем искусство, сколько искусство делает нас. И автономистки, то есть до конца мы, даже сам автор, создавая конфликты, отпускает произведение на свободу, как-то конфликт немножко развивается сам. Часто сам писатель удивляется, в какую сторону, как далеко от начального замысла пришло литературное произведение. Или как получилось, например, живописное произведение, сводящееся просто желанием заказчика. Или как, допустим, работает это произведение, независимо от того, как бы что в него вкладывается. Ну, это мы хорошо видим по современному искусству. Мы никогда не можем сказать, что, например, Сайт Вомбли или Порлакс вкладывали в свое искусство, но мы видим, что, когда смотрим на это, на это все огромные полотна, мы видим, что они каким-то образом с нами работают. что они каким-то образом с нами что-то делают. И вот, но обратимся, собственно, к тому, что делал Выгодский. Прежде всего, конечно же, он, нельзя сказать, что он стремился стать именно психологом, он стремился, скорее, стать педагогом. И, ну, конечно, вот это стремление быть еще и таким театроведом, театральным критиком заставило его наблюдать над тем, что же делает спектакль. Именно тогда это было время большого количества театральных экспериментов, связанных с пересмотром статуса театра. Ну, их начали символисты, конечно, потому что, например, один из вождей русских символистов, Вячеслав Иванович Иванов, не путайте с Вячеславом Селчим, вот, он заявил о том, что, ну, необходимо театрализация всей, то есть, в том числе, и сельской жизни по образцу древнегрекции. В мистериях могли принимать участие все граждане Афины. И нужно создание нового театра, самодеятельного, всенародного, который может ставить вполне, как бы, классический репертуар, но который при этом будет, ну, пока, ну, как научит всех работать с данными искусства, научит всех мыслить не только обыденно, обывательски, но и артистически. И он упрекал прежнее искусство, что оно, разделяя по этой толпу, тем самым и создало вот этого вот добывателя, который интересуется только довольно низкопроводными произведениями. В то время как нужна другая модель такого совместного действия, литургии, что, как-то, например, крестьяне приведут в церковь вместе ходить, так же они могут вместе пойти и поставить какое-то произведение, и это будет тоже такое одухотворяющее и изменяющее их событие. И, конечно, эти идеи Иванова, они повлияли, например, на Луначарского, который был первым министром образования советского государства, и во многом вот эта модель, например, Дома культуры, отчасти она обязана немецким образцам, отчасти революционному народному дому, но в том числе брались и некоторые идеи символистов о вот таком народном театре, об экспериментальном театре. Правда, как и ведущие режиссеры того времени, начиная с Мерхольда, они настаивали на том, что театр – это, прежде всего, лаборатория, и что главная цель театра – не отражать действительность, не иллюстрировать ее, а лабораторно смотреть, что именно с действительностью происходит. В какой-то мере театр, Мерхольд подавлял театр психологической лаборатории, в которой мы выясняем, например, как устроена реакция человека, как устроена, например, и спуг. Мерхольд применял специальную методику под названием биомеханика, то есть отработка движений, которая как раз позволяла отделить аффект, эмоцию от, собственно, актерской игры, то есть как бы вычленить эмоцию в ее, так сказать, чистой субстанции. Мерхольд говорил, что Станиславскому это не удалось, у него, наоборот, актер проживается в эмоции, погружается в них, начинает подражать эмоциям, использует эффективную память, в то время как биомеханика, она, наоборот, требует, чтобы, так сказать, мысли движения были отдельные, а эмоции отдельные, чтобы человек отдельно, чтобы мы видели, что эмоция не является единственной движущей силой человека, что в нашей эмоциональности предшествует какая-то интенция, какое-то отношение к происходящему. Поэтому эмоции можно вычленить, ну, как в лаборатории вычленять какой-нибудь отдельный осадок, там, химики, или там, в психологической лаборатории тоже вычленялась порядки реакции, когда именно возникает эмоция, когда человек испугался и начинает плакать, а когда человек испугался и, наоборот, начинает сердиться. То есть все эти правила, они оказывались примером, предметом лаборатории. Ну и мы видим, что, например, программа Станиславского, она, конечно, нашла продолжение в Голливуде, собственно, голливудская, актерская игра на волокопостроенной системе Станиславского, на том, что с каждым героем, с каждым актером голливудскими связываем определенное плуа, определенная там эмоциональность, определенный такой контур эмоциональный, что там этот актер или эта актриса умеет, какие роли играет, с чем ассоциируется. То есть каждый актер окружен таким эмоциональным ореолом в Голливуде. В то время как, конечно, авторское кино, оно продолжало традиции авангарда, где как раз нужно отделить человеческие переживания от внутренней человеческой жизни, показать, что внутренние переживания отдельно, а эмоции отдельно. И любой там арт-хаусный режиссер это делает даже иногда провокационно. Ларс фон Триер постоянно делал какие-нибудь провокационные заявления, чтобы показать, что эмоциональная реакция это не то же самое, что наша внутренняя жизнь. И, конечно, но, собственно, начал Выгодский с рассмотрения Гамлетта. И, как он сам пишет в предисловии к своей книге «Психология и искусство», он писал эту книгу 10 лет. То есть с 1915-го получались по 1925-й. На самом деле, он просто включил некоторые эссе, некоторые свои ранние работы, например, в заметке об установке Гамлета или там лекцию, которую он про басни Крылова читал сначала для школьных учителей в Гомеле. Он дорабатывая все это, обкатав несколько раз на разных аудиториях, он все это включил в книгу. Здесь нужно заметить, что почему Гамлет, а не Магбет, например, потому что в 1896 году датский критик Йорг Брандессон выпустил книгу о Гамлете как первом современном человеке, где он сказал, что Гамлет – это первый герой нового типа. То есть, в отличие от эпических героев, которые цельные, воевые, решительные, как у тебя Хилтон, которые из одного кубка сделаны. Гамлет – это такой первый интеллигент, первый современный человек, раздвоенный, сомневающийся, постоянно спорящий с собою, не знающий, быть или не быть, мстить или не мстить. И вот Брандесс, он вел как бы такую прямую линию от Гамлета к всяким эгипсомским или чеховским героям, у которых рефлексия преобладает над прямым действием. И эта книга вызвала большое количество споров, и в том числе и в России много спорили об этой книге, в том числе и, например, молодой Павел Флоренский, будущий крупнейший богослов, написал эссе, то тоже в молодости эссе о Гамлете, где он как раз говорил, что Гамлет – это не первый интеллигент, а первый настоящий христианин, то есть человек, который руководствуется не ветхозаветными, не старыми правилами, когда нужно мстить, а собственно вот этим разговором с тенью, с этим как бы для него выстраивание себя, выстраивание, так сказать, оно неотделимо от действий, что он не столько колеблется, не столько безвольный, сколько постоянно думающий о том, спасется он или нет, думающий, постоянно находящийся в какой-то такой агонии, что это для него, Флоренский говорил, что это не сомнение в бытовом смысле, как считает Брандес, не колебания, а такая сложная некоторая агония, такое мучение, что ты уже как бы вычеркнут из числа живых, ты обречен быть принесен жертву, но ты должен продолжать мыслить и ходить. Ну, конечно, эти интерпретации были немножко такими увлеченными символистскими, с такими патетическими образами типа агонии, в то время как Выгодский, как человек уже нового поколения, уже такого рационального, секулярного советского проекта, он как раз мыслит иначе. Гамлета мы будем обсуждать на семинарах как, но пока я что скажу, что самое существенное в его размышлениях это то, что Гамлет, он прежде всего встречается с собою, он проживает конфликты внутри себя, что его нерешительность это не какой-то изъян воли, а это структурная организация конфликтов. И в этом смысле поведение Гамлета определяется не его личностью в таком эмпирическом бытовом смысле, а структурой. И поведение человека определяется во многом не личными качествами, а вот такими социальными структурами. Здесь книгу эту Выгодский писал как диссертацию. Здесь нужно заметить, что и у Выгодского, и у Бахтина не было формального диплома о высшем образовании. И писал фактически на стуле ночью в лаборатории, потому что он действительно всегда одновременно десятью лабораториями руководил. Допустим, ездил в 30-е годы, когда стали свертывать авангардный проект, он, например, работал, ездил и в Харьков, и в Ташкент, то есть создавал местные психологические факультеты и лаборатории, то есть был каким-то исключительным организатором науки, и таких организаторов было довольно много в то время. Ну, например, можно вспомнить, скажем, философа тоже очень рационального типа Густава Густавича Шпета, который руководил Государственной Академией Художественных Наук в 20-е годы, а потом был репрессирован. И это тоже типичный такой организатор науки, организатор целых таких предприятий научных. То есть и в какой-то мере что такими организаторами были некоторые авангардисты. А так он, конечно же, одновременно просто с написанием этой книги он работал в лаборатории экспериментальной психологии у Лурии, в которой во многом они влияли друг на друга, потому что Лури он первый открыл вот эту функциональную симметрию мозг, потому что правое и левое полушария отвечают за разные функции. И соответственно здесь Новогодский конечно подсказал ему идею культурно-исторической психологии, то есть исследование того, как некоторые культурные привычки и паттерны влияют на человеческие реакции. При этом Новогодский был человеком слабого здоровья, то есть он убрал туберкулеза получается в 38 лет. И при этом он съездил на съезды и допустим в Лондон съездил на съезд по воспитанию глухонимых детей как раз с завершением книги психологии искусства, потому что для него была важна вот эта идея, как человек развивается не только благодаря какому-то каким-то словам, благодаря каким-то социальным стандартам, как в человеке глухонимом заложены вот эти собственные структуры развития. Также допустим он в Лондоне общался с Куртом Левином, другим еврейским психологом, но уехавшим не в Москву, в Лондон вот и нескольких там допустим ученицы Левина они переехали в Советский Союз и стали такими вот фактически на них держалась во многом экспериментальная психология и различного рода исследования педагогические, исследования по работе с глухонимыми, исследования реакции, памяти, то есть в общем-то все, что было связано с коррекционной педагогикой, с систематической психологией, с изучением дефектов. Дефектологический институт как раз тоже Логорский возглавлял, то есть Кашенко нынешнего тоже. То есть умудряться быть директором сразу кучи вещей это конечно невероятное трудолюбие в частности допустим в одной из таких учениц Курта Левина и потом Выгодского Люма Зигарник она известна всем эффектам Зигарника, то есть что мы не запоминаем действия, которые мы завершили, поэтому они выключили свет, закрыли квартиру и так далее. То есть это вот как раз один из законов, который говорит, что наша память не является просто регистратором, что наша память она движима, нашей интенсии, нашей воли, нашим внутренним устройством, что как раз эффект Зигарника это одна из иллюстраций того, что нельзя наша память мыслить как регистратор просто внешних раздражений, что у нее есть собственные структуры, собственные предпочтения и что организация организация нашей памяти внутренней жизни психической она предшествует рецепции внешних раздражений. Вот и да, умер я, как я сказал в Игоцке от туберкулеза и последние его слова были я готов по воспоминаниям. Вот, но, конечно, удивительно, как он все успевал, таких было людей, конечно, может быть, немало, но, конечно, такие люди смогли существовать только в короткую революционную эпоху. То, что потом следующим психологам приходилось часто приспосабливаться к господствующим требованиям, к такому несколько примитивному биологическому пониманию. И, в общем-то, психология возродилась как наука только уже в 60-е годы, когда и труды Выгодского вновь пошли в обороты, их стали широко переиздавать и переводить. И когда, опять же, Бахтин, который до этого жил по-сарански и фактически в полусылке, его труды тоже стали издаваться, когда появилась новая психологическая школа с такими мэтрами, как Леонти, о которых мы еще поговорим, тогда только психология вновь вернула в себя достоинство, как и гуманитарные науки. И нужно, допустим, рассматривая книгу Выгодского «Психология искусства», вышедшую в 1925 году, нужно понимать примерно, какие еще тогда книги выходили, которые также примерно на тех же презумпциях были созданы. Ну, например, в том же 1925 году Юрий Николаевич Тынянов, один из крупнейших филологов своего времени, выпускает книгу под названием «Проблема стихотворного языка», где он выдвигает тезис, очень похожий на тезис Выгодского, но только не на примере искусства вообще, на примере, чем поэзия отличается от прозы. И Тынянов настаивает на том, что поэзия отличается от прозы не какими-то образами, метафорами, рифмами, украшениями, как раньше думали, что поэзия это более украшенная речь. Он говорит, что слово в поэзии, оно принципиально другое, чем слово в прозе. Оно резонантное, оно более ассоциативное. В нем есть так называемая теснота стихового ряда, то есть слова стоят рядом и как бы заражаются друг от друга резонансом, приверберируют. Шепот, легкое дыхание, трели соловья. Если бы мы читали это в прозе, это было бы просто про то, что один человек что-то шепчет, другой волнуется, то есть была бы обычная такая любовная сцена. В поэзии это уже допустим шепот, он фактически означает признание, тишину, что сейчас будет происходить что-то важное, интимное. Легкое дыхание означает всякое уже вообще взаимопонимание. То есть слова начинают приобретать какую-то такую вертикаль, наполняться теми смыслами, которых в прозе нет. То есть в прозе слово указывает на ситуацию, оно референтно, оно отсылает к какой-то ситуации. В поэзии это же слово наоборот наполняется множеством смыслов, но это теснотепно, такой вот плотный такой ассоциативности. Ну как по отдельности ноты, допустим, это просто звуки, а внутри музыкального предъявления каждая нота может быть уже и эмоции, какие-то смыслы, что-то еще. Вот и как раз то есть в этом смысле эти идеи, эта няновая идея Выгодска очень похожа, потому что Выгодский тоже говорит, что в искусстве конфликт это не то же самое, что конфликт в быту. То есть если бы такой человек, как Гамлет, например, оказался в быту, мы бы просто рассказали, что он преступник или он сумасшедший, или он негодяй, или что-то еще. То есть любая бытовая интерпретация Гамлета, она бы была, противоречила бы структуре. Но внутри структуры, внутри устройства трагедии Гамлет оказывается и пророком, и типичным современным человеком, то есть приобретает тоже те смыслы, которых не было. или, например, там в Игоцке подробно разбирает Васни Крылова. Вроде бы это исключить такие моральные незамысловатые иллюстрации, но он говорит, что, допустим, волк и ягненок. Это существенно не то, что там кто-то один злой, другой добрый, а в том, что у каждого есть какая-то своя стратегия. Что вроде бы волк мог бы просто съесть ягненка и ничего не говорить, но волк решает говорить что-то. Ягненок решает оправдываться. То есть они разыгрывают тоже какую-то драму, какой-то спектакль, чтобы мы как бы уже и мы уже понимаем, что это не просто мораль, не просто иллюстрация, не просто какой-то закон, а что это произведение искусства, в котором есть характер, в котором есть собственный конфликт, не похожий на бытовые конфликты, в котором есть собственные законы развития этого конфликта, в котором мы понимаем, что да, так бывает, так горестно, но такие бывают и сложные характеры. То есть это искусство, оно расширяет наш социальный опыт, не столько потому, что оно объясняет, как бывает, сколько оно показывает некую завершенность ситуации. Как раз тогда же в Германии в это же время формировалась гештальт-психология, где было это закрытие гештальта, формирование завершенных ситуаций. И поэтому здесь как бы многие поиски они шли параллельно, что искусство нам показывает не то, что так бывает в жизни, это типично, а то, что ситуация может иметь собственные структурные основания, отличающиеся от привычных нам бытовых структур. Даже, как, допустим, Лурия говорил, что мозг сам работает в силу своей сложной структуры правого и левого полушария, и что нельзя мозги видеть просто инструмент реакции на внешний мир, что у мозга есть свои законы, свои правила освоения внешнего мира. Дальше, по выгодскому искусству нельзя сводить к отражению реальности, к иллюстрированию, к познанию, потому что в нем есть свое функционирование и собственные законы, порождающие в том числе и нашу психологию. Здесь, конечно же, нужно учитывать некоторые, опять же, контексты, когда это писалось. Для Выгодского эта книга была целью показать, что субъект искусства не сводится к такому эмпирическому субъекту. Это была часть его или такие преддверия пропилею его главного проекта, то есть проекта по психологии развития. Основная идея работы Выгодского по психологии развития в том, что нельзя считать, что человек просто формируется, проходя через какие-то испытания. Наоборот, каждая стадия, например, детственная или подростковая возраста, это завершенная и она вполне социальная. То есть до этого обычно как мыслили психологию развития, что вот сначала человек такой нелепый ребенок, он потом начинает социализироваться, узнает правила взрослых, психика крепнет, растет, становится человек зрелым, преодолевает инфантильность и так далее. И до сих пор в бытовой психологии можно встретить такие представления о том, что вхождение в психику и социальные навыки формируются постепенно. Ну, как в быту говорят, ты жизни не знаешь. Ну, в том смысле, что ты еще не познакомился со взрослым социальным миром. Там не служил ни мужик, что нужно пройти через какие-то опыты, чтобы сформироваться как личность. Из одного битого двух небитых дают. То есть, вот такой бытовой искульт, такого жизненного опыта, который из такого инфантильного человека, незрелого, якобы делает зрелого, и так сказать, социально-функционального. В то время, когда этого человек не очень социально-функционален, не очень понимает, как себя вести, как выстраивать отношения. Хотя, на самом деле, Выгодский показывал, что это как бы посвящение жизни, узнать жизнь, это не узнать жизнь, а узнать какую-то обычай данной среды. что вот и что когда говорят там узнать жизнь, что тебе там работа армии, брак тебя чему-то научит, чего ты раньше не знал, то имеют в виду вот это скорее посвящение в некоторые обычаи данной среды. И вот тогда Выгодский настаивает на другом, что любой опыт, значит, на любом этапе развития человек уже вполне социальное существо, вполне организующая свой мир, свои правила, ну, например, дети уже игра и организуют и свои правила, и свою культуру, и, в общем, та же самая игра, она происходит, говорит Выгодский, не от избытка человеческих сил, как раньше считали, что силы не надевать, надо поиграть, а потому что это вариант детской социализации, то есть во взрослом возрасте есть разного рода социальные ритуалы, развлечения, смена работы и отдыха, например, или правила хорошего тона, также у детей есть игра. В этом смысле Выгодский, конечно, продолжает ряд интуиций, которые были высказаны в русской литературе, в русской литературе, которая писала о детях. Пионером здесь, конечно, был Лев Толстой со своим детством, младричеством и юностью, потому что это очень интересно, на самом деле устроенные книги, которые как раз показывают, что ребенок вполне обладает социальной рефлексией. Он в любом случае всегда отдает себе отчет, почему что-то не получилось или не получилось, иногда даже глубже, взрослые. Например, в детстве они едут на охоту, Николин радуется, что его тоже посадили на лошадь, при этом они там играют в Робинзонов, то есть они продолжают играть в свои детские игры, при этом он радуется, что он как взрослый может переохотиться на зайца, но из-за торопливости он спугнул зайца и жутко потом расплакался, не столько потому, что потерял зайца, сколько потому, что ощутил вот там этот ход времени незумолимой, собственную некоторую неуклюжность, собственную несоответствие каким-то общим правилам, по которым живет природа, что заяц в принципе пугли то есть это была такая обида на себя, что ты в общем-то не вписался в правила охоты, ничем не отличается от обиды взрослого человека, что его допустим унизили или уволили или что-нибудь еще нехорошее с ним сделали, то есть в этом смысле ребенок вовсе не является инфантильным, когда Лев Толстой там постоянно его Николенко точнее плачет, он расплакался, растрогался, но ничем не отличается от на самом деле сложного выстраивания у взрослых отношений, ну например там начинается с чего детство, что сначала он там рассердился на то, что Карл Иванович его разбудил там, убивая эту муку там, и сказал какие вообще это противные слуга немец, который вообще зануда, а потом растрогался, как Карл Иванович его любит, потому что Карл Иванович тот, кто может почитать книгу, и тот, у кого есть какие-то чудаческие обычаи, который в общем такой гном, веселый с которым вообще очень хорошо, и как бы это такая смена настроений, она говорит на самом деле как раз об очень высокой социальной афрексии, а вовсе не об инфантильности, не о переменчивости настроений, что Николенко он сначала как бы сердит на то, что общество не так устроено, что его будет, что у этих мух будет, что все в общем не так устроено, то есть ничем не отличается от взрослого, который ворчить по будильнику наставать на работу, а потом примеряется точно так же, когда допустим взрослый примеряется с тем, что на работе он добился успеха. что его там все друзья там любят, то есть Карл Иванович отказывается и таким будильником, и таким другом, если чем детский мир отличается от взрослого, то только вот эти метаморфозы, что один предмет может выполнять несколько функций, в то время как во взрослом мы привыкли, что каждый человек выполняет какую-то одну функцию. и скорее речь идет о том, что значит новая стадия она просто расширяет какой-то дифференцирует социальный опыт, ну то есть допустим мы знаем, что допустим за организацию отвечают одни люди, а друзья это другие, мы там не смешиваем друзей и коллег по работе, но при этом все равно можно сказать, что и детский опыт вполне социальный, целостный, завершенный внутри себя непротиворечивый и взрослый опыт тоже. И в общем-то замечательно, что вся русская проза о детстве, а ее огромное количество и во время Гражданской войны в голодные годы написано было очень много как раз прозы о детстве. И всегда там собственно единый сюжет, что детский опыт является вполне завершенным, там вполне есть и сценарий, и свой театр, и игры, и елка, и все что угодно. То есть и но взрослый опыт вторгается, разумеется, когда ребенка отправляют в школу в 7 лет и тогда сразу все ломается, потому что вдруг оказывается, что как бы прежние игры не работают, что например в школе там нужно там не познавать окружающими, разоучивать о нем сведения, что в школе нужно там не грустить, а мобилизоваться и там решить задачу. То есть школа начинает ломать как бы именно не столько личный характер ребенка, сколько выработаны те самые социальность ребенка, те самые в общем-то социальные навыки, допустим в этом смысле для ребенка там общаться с любимой кошкой, это там социальный навык, это навык коммуникации, а когда в школу нельзя кошку взять, нужно сидеть за партой, нужно переписывать буквы, это ломка социального навыка, а не ломка какого-то детского инфантильного отношения кошки. И, конечно же, не случайно и люди, пережившие опыт войны, и сам Лев Толстой пережил вполне опыт тогда работа, так сказать, офицерских рисков, то есть опыт какой, они как раз обращаются к детству как вот для реконструкции цельности и завершенности социального опыта, потому что объяснить, почему люди начали гражданскую войну, там нельзя, но вот тогда Алексей Николаевич Толстой пишет детство Никиты, Борис Леонидович Костовнах детства Люберс и так далее, все как бы куча появляется книг о детстве, как о таком периоде настоящем счастливом, завершенном, продуманном, очень с высокой степенью рефлексии, а вовсе не период какого-то инфантильного такой недоделанности, вот, и и вот как раз именно такое значит тезис Выгодска он был очень неожидан, потому что он, конечно, стал, лег в основу в общем-то и детской, и подростковой психологии, что и когда оказалось, например, воображение не надо игнорировать, что творческое воображение является необходимой частью развития, где вот и, конечно, эти идеи постепенно входили в педагогику, но в конечном счете именно они и они в общем-то это то живое, что было в советской педагогике, то и осталось действительно. Вот, и другая серия работ Выгодского, она посвящена отношению мышления и речи, то есть та проблема, которую он отчасти решает и в психологии искусства, которая, как я сказал, такие уже пропеллии, такое предварение других его работ. И, собственно, вопрос ставит, разумеется, как всегда ставили вопрос очень часто, что раньше куется яйцо мышления или речь, что сначала человек изучает слова и не начинает мыслить, или человек мыслит и благодаря этому мышлению нанизывает на него слова. Выгодский говорит, что на самом деле все устроено гораздо сложнее, на самом деле мышление и речь это такие две стороны одной медали, вот этого как бы автономного развития психики, то есть когда человек например учится не только реагировать, но и запоминать вещи, анализировать, оценивать, тогда и дифференцируется в человеке речь. Дело в том, что во времена молодости в Иготске очень много спорили о происхождении речи, то ли она возникла из звука подражания, то ли из труда, то ли из каких-то идей, то ли человек начал трудиться, трудовые крики появились, которые потом стали такими знаками, словами, то есть было очень много таких концепций, но ни одну из них не удавалось доказать. или вот там или нет, потому что одни говорили о звуках подражания, что сначала человек говорит му, потом превращается в слово бык. Другие говорили о работе, что человек берет лопату, потом изображает звук лопаты, потом появляется какое-то слово, то есть что язык отражает не столько впечатление от окружающего мира, сколько трудовой его преобразований. вот эта концепция меметическая и концепция трудовая, они постоянно спорили друг с другом, при этом допустим единого, единой точки зрения так и не было выработано. Даже большевики, они тоже в общем-то не заняты какой-то окончательной позиции в этом споре, хотя конечно допустим ранее значит допустим часть склонялась к трудовому происхождению языка, что слова происходят из трудового опыта, это часть трудовых криков, трудовых приказов или отражения именно труда человека, а не впечатления от окружающего мира. вот ну там например трудовую концепцию разделял Николай Марш Кавказавет долгое время, бывший официально таким лингвистом, довольно таким большим фантазером, но и авангардистом очень интересным. вот и с точки зрения Сталина после войны там у него побеждает разумеется нейтралистическая концепция, что язык возникает как отражение впечатлений, ну поскольку нужно было внушить людям, что там советская власть это единственная возможная реальность и соответственно что язык он отражает то, что есть. вот и такой вот большой стиль, в котором что впечатляет, то и впечатляет вас там я не знаю советское метро это и вот это отстается в языке. То есть видите даже советская наука не выработала консенсуса откуда возник язык. И при этом Новый Годский как раз предлагает просто говорить, что не нужно решать этот вопрос откуда произошел наш язык. Откуда просто нужно говорить о другом, что собственно освоение мира может включать в себе и подражательные элементы, и элементы трудового освоения, элементы структурирования. Существенно то, что сначала возникает сама структура освоения мира. Сама структура, в которой мы адаптируемся к миру и адаптируем мир к нам. А уже изнутри этой структуры могут возникать отдельные слова звукоподражательные, отдельные трудовые, отдельные условные какие-то, отдельные возникли знаков. То есть существенно что сначала возникает деятельность, практика, а потом уже возникает семантизация. В этом смысле Выгодский был вполне нормальным марксистом. Для марксиста разумеется социальная практика она предшествует любому творчеству и любой идеологии. Вот. И но здесь тоже как Вы видите не сразу что называется Выгодский был воспринят и тоже в общем-то на долгое время он был он был похоронен. И вот такие но я говорю что эти же в эти же годы когда он писал психологию искусства много какие сходные идеи разрабатывались. Например Бахтин разрабатывал тогда же идею полифонии. То есть как Тинянов идея резонанса поля где поэзия возникает Бахтин разрабатывал идею полифонии. Где он объяснял чем роман Достоевского например отличается от прежних романов. Что в прежних романах там как раз нет автономии настоящей. Ну потому что автор решает каким будет герой автор выступает как всезнающий автор наделяет героя характером и в этом смысле как бы читатели они смотрят героя как такое зеркало. То есть что герой похож на нас. То есть так устроен стандартный роман. что роман становится популярен потому что люди видят себя. Люди видят в зеркале романа собственную жизнь, собственное развитие, собственные возможности. И роман в этом смысле программирует развитие божественного общества. Достоевский по выводам Бахтина сделал более хитрую вещь. У него всезнанием обладают не авторы, а герои. Например, Раскольников и сам себя проглашает Богом, который может решать кому жить, кому не жить. И догадывается, что другие догадались о его преступлении. обладают всемогуществом, всезнанием, то есть таким выступает как Бог. Соня Мармеладова спасает Раскольникова, то есть тоже выступает как Бог, только Бог может спасать. То есть в стандартном романе автор Бог, люди, его инструменты, его творения, то в романе Достоевского наоборот герои Боги, каждый такой всемогущий все знают, может устроить скандал, может устроить разную такую разборку, может устроить всячески отстаивать себя против другого, настаивать на том, что во мне бездна, все эти мотивы Достоевского. То есть каждый герой в чем это романы про богов, про людей. про всемогущих, всезнающих, бесконечных, таких бездне находящихся там. И вот и такой принцип Бахтин назвал, вот Тынянов назвал теснотой стихового ряда, вот, когда слова в поэзии обретают вот эту какую-то такую духовную самостоятельность, наделяются какими-то сверхсмыслами, что там, что роза в поэзии это не цветок, а вообще и любовь, и жизнь, все что угодно. Вот. И Бахтин назвал это полифонией в том смысле, что каждый голос, он звучит до конца, что каждый персонаж, он реализует себя до конца. И вот в этом смысле и произведения искусства, как их понимает значит, в Игоцке они тоже автономны, они тоже, в общем-то, каждый выступает как такой своеобразный тоже бог, который, ну или там некая структура, вот, Бахтин был верующим в Игоцке атеистов, поэтому тоже стиль их мышления разный немного. Вот. И в общем-то, как бы, допустим, в Асне Крылова выступает тоже такая автономная структура, ну, назовем структурой, чтобы не называть бога, или как-либо еще, внутри которой там какой-нибудь трекоза и муравей или волк и ягненок становятся частными ситуациями, реализацией вот этой, как бы, несколько всемогущей, всезнающей, в какой-то мере соревнующейся, с реальностью структуры. вот, вот, и при этом, ну, у нас еще есть некоторое время до финала нашей встречи, еще, в общем-то, минут есть, и и по этому, то, что я сейчас скажу, вот, и это относится к, я поясню, там, некоторые, может быть, термины Выгодского, ну, и причины выбора материала. Так как он читал в голодные годы гражданской войны, когда не были доступны там особо ни проекторы, ни репродукции, то основным материалом стала литература, то есть то, что все знают. То есть он читает для учителя, испонят басни Крылова, а не помнят. Гамли там, в общем-то, тоже помнят все, более-менее. А уже, например, давать какие-то более сложные примеры, например, живописи, там, или оперы, или чего-то еще, это уже затруднительно. И единственное, что он дал, это рассказ Бунина «Легкое дыхание», поскольку он короткий, и поскольку, раз он являл, он бы мог бы быть, что называется, считаться таким переходом между поэзией и просветкой, к нему вполне применим и тыняковский аппарат, что легкое дыхание это не просто характеристика героини, но и вообще жизни, вообще некоторый принцип бытия, что, как Патинянова в поэзии возникли слова, отнесла их не к частым вещам, а к общим законам бытия, к некоторой более общей структуре создания образов. Точно так же и по Выгодскому в рассказе «Легкое дыхание» собственно фабула, очень мерзкая, отражающая всей мерзости русской жизни, она постоянно преодолевает собственные структуры произведения, где именно там легкое дыхание определяет структуру памяти, структуру совести, структуру отношения к происходящему. Вот эти произведения оказываются не столько реалистическим отражением жизни, сколько такой поэмы, актуализующей в нас и памяти, и совести, в общем-то, все то, что может нам сообщить искусство. Но остальные примеры более распространенные, потому что понятно, что любой лектор отсылает к известному материалу, он отсылает к тому, что человек помнит или знает, а не к тому, что человек должен узнать прямо сейчас. Выгодский, опять же, и благодаря своему лекторскому опыту, чтению для разных аудиторий, избегает сложных терминов, и, конечно, сложности возникают другие, что он постоянно там полемизирует. Но полемика, конечно, это была отличительная черта 20-х годов, это было время таких конфликтов, споров и постоянных пояснений отношений, и, как раз, тогда еще продолжали спорить политические фракции, и это потом товарищ Сталин все прикрыл, сказал, что есть только два мнения мое и неправильное. А тогда все спорили, причем там, допустим, когда Выгодский ссылается на того же Луначарского, он имеет в виду, в том числе, и политическая элита должна прочесть его произведения, внедрять его методы в педагогику, в организацию. То есть, он не просто пишет в кабинете что-то для коллег, он пишет то, что может быть внедрено властями в практику медленно. В этом смысле, как я возвращаюсь в конце лекции к тому, о чем я уже сказал в начале, он авангардист. Он исходит из того, что все, что происходит у Нагл, что все, что сказано в книге может быть внедрено, может стать необходимой частью внедрения. Ну, сейчас, конечно, некоторые социально-гуманитарные науки, в них действительно что-то, что написано, сразу внедряется в некоторых направлениях социологии или политологии такое подразумевается, что это становится потом инструкциями для уже решения органов государственной власти. Но важно, что это возникало в тот полемический момент, и поэтому он со всеми там полемизирует. Он полемизирует, например, со школой формалистов с упрощенным пониманием авангарда. Он полемизирует с психоанализом, потому что, например, психоанализ тогда поддерживал, некоторые фракции поддерживали психоанализ. Например, Ростский поддерживал психоанализ, считая, что психоанализ способствует созданию нового человека, оставшегося с традициями, со всякими традиционными ценностями там. И уже такого настоящего большевика, который почистил сам свой мозг, проанализировал себя и может действовать. Или, например, допустим, психоанализ, некоторые, и вот он, как раз, Вогоцкий, он критикует психоанализ, поскольку видит ограниченность проектов отдельных фракций и пытается действовать над фракциями, сделать то, что будет приемлемо для всех фракций. Потому что кто-то там мог поддерживать, допустим, формализм или в адаптском смысле. Потому что были постоянные споры, например, насколько понятно, народу. Ленин, например, скептически относился к аваргардной эстетике, считая, что народу понятная, больше реалистическая эстетика. И постоянно ставился вопрос, а понят ли народ весь этот супрематизм, который вроде бы как становится агитационным. И вот, конечно, Вогоцкий стремится сказать свое слово и обосновать, почему как раз автономное искусство, оно больше будет понятно народу, чем искусство исключительно иллюстративное. Вот. И здесь, конечно, очень... Ну и тут нужно знать, какие фракции что поддерживают. Ну, конечно, условно, такие либералы среди большевиков, как Бухарин, они поддерживали авангард. Ну, поскольку либералы любят все экспериментальное, новое, необычное, свободу, так сказать, творчество. А, например, Троцкий, он больше, например, любил Есенину, чем, скажем, там, Пастернака или кто считал, что как раз, например, для эти яркие образы, эти яркие, такие, совершенно расставания с традицией, когда Есений, будучи из деревни, расстается с этой деревней, что это как раз полезно для формирования нового советского человека. А, скажем, Сталин поддержал Маяковского, помните, потому что он увидел в нем, прежде всего, человека, ну, быстро подчеркшего в рекламу, в прикладное искусство, и, соответственно, человека, благодаря которому можно искусство будет превращать в прикладное и служилое. Вот. И вот, конечно, Выгодский всячески лавирует между фракциями, потому что он пытается создать книгу, которая будет приемлема для всего большевистского руководства, которая станет инструкцией, в общем-то, и по преобразованию учебных программ, и по преобразованию страны, и по преобразованию вообще всего, что в ней происходит. Вот. И, значит, так, что подводя итоги, там, можно действительно сказать, что Выгодский действует внутри своего времени, но он, в общем-то, действует и внутри того научного поворота, который отличает весь 20-й век, то есть представление об автономных системах, о том, что, собственно, мир автономен, он не может быть просто разложен на наши впечатления, то есть, сколько мы, допустим, не замеряя время, мы все равно не постигнем Вселенную, живущую по физике Эйнштейна, а не по нашей бытовой физике, что наука окончательно расстается с бытовой рациональностью, исходит из таких саморазбивающихся систем, автономных от нас, это мы должны гнаться за ними, и расстается вот с этим старым, таким позитивистским взглядом, когда ученые вот так вот сверху смотрят на изучаемый предмет. Наоборот, скорее нужно снизу смотреть, потому что предмет может оказаться более сложным, непредсказуемым, квантовым, каким-то еще совершенно не похожим на наши привычные бытовые представления. И поэтому как раз Выгорский и говорит о таком, что искусство для него это такая Эйнштейновская, а не Ньютоновская реальность, это что-то такое саморазвивающееся, почти божественное. и при этом искусство оказывается вот частью современности. То есть когда Выгорский пишет о Гамлете или о чем-то еще, он пишет и о себе, и о своем времени, и о его внедрять. Ну, конечно, такого внедрения не произошло, но зато Выгорский, как и Бахтин, остается самым цитируемым автором. И что в любом мировом университете изучают и книги Бахтина, и книги Выгорского. То есть это поразительно, что два человека, не имевшие высшего образования, но ставшие профессорами, говоря о своем гениальности, что эти люди вычеркнутые на несколько десятилетий из канона, что эти люди, которые чудом избежали репрессий, но в Голландске просто умер рано, и что они вдруг оказались именно великими русскими учеными, такими Эйнштейнами гуманитарных наук. И потому что, конечно, далеко не всем там повезло, кого-то ломали, кого-то на кого-то нападали, например, шпет был снят с руководства Гахн, и Демьян Бедный, официальный советский поэт-пропагандист, написал стихотворение «Возьму я как Гахну, поэтому Гахну». Какой-то подозрительный шпет, су-шпет, уличен был в сатрамстве и головотяпстве. И вот такие Выгодский, к счастью, избежал, в отличие от шпета, которого воспринимали как снова. Он избежал, насколько его все-таки воспринимали как специалиста по узкому психологическому такому техническому направлению. пусть он действительно претендовал и на лавры теоретико воспитания. Но он избежал худшего. Другое дело, что, конечно, психологию пришлось после сталинской зимы восстанавливать во время крючевской весны постепенно и заново. И вот ночи, там, читая Выгодского, мы постоянно, может быть, сначала может казаться это сложным, но потом мы видим, как мы входим в эту атмосферу 20-х годов, атмосферу споров, суеты, ломки привычного, невероятно каких-то удивительных проектов и критики этих проектов, когда есть и утопии, и антиутопии, когда тогда же появляются там замятины Платонов, критикующие любые утопии, вот как раз в эту уникальную атмосферу мы и погружаемся чтением каждой главы этой книги. Спасибо. Спасибо.